Здравствуйте! Из пушки на Луну. Помните, такой был роман у Жюля Верна? Ну, вообще говоря, единственный способ до появления идеи полететь в космос на ракете, единственный способ улететь в космос, который был технически, вроде принципиально реализуемым, это была артиллерийская система из пушки на Луну. Вот эта вот картинка из романа, бессмертного романа Жюля Верна. Когда путешественники усаживаются в орудийный снаряд, сейчас они полетят на Луну из пушки. Ну, вообще-то говоря, когда вылетает человек из пушки в снаряде, естественно, надеясь на то, что останется цел, никакой надежды нет. Пушки дальнобойные-то существовали. Эта пушка еще времен Первой мировой войны, ее называли, так сказать, парижская пушка. Это немецкая пушка, которая стреляла по Парижу, за более чем за 100 километров слетел ее снаряд. Вот это ее, так сказать, масштабная модель, впечатляющее сооружение, грандиозное. Но стреляла через стратосферу, более чем на 60 километров поднимался снаряд во время полета. Ну, пушка это скучно, это орудие разрушения. Но вот после войны Второй мировой стали рассматриваться разные способы о том, как увеличить дальность полета снаряда и его высоту подъема. Прежде всего для того, чтобы попытаться что-то забросить в верхние слои атмосферы с научными целями. Вот это вот концепция, так сказать, многокамерной пушки или каракатицы. Вот посмотрите-ка, порох у него заложен сразу в нескольких камерах. Вылетает снаряд из своей запальной камеры, с самого крайнего левого края, и начинает двигаться под стволу. Пороховые газы поджигают по очереди другие заряды. Да вообще это немецкая конструкция, немцы ее пытались использовать против Лондона, обстреливать Лондон через Ла-Манш. У них это называлось Фау-3. Фау-1 и Фау-2 это ракетная система, это артиллерийская Фау-3. Вот такой они хотели обстрел Лондона устроить. Но у них не получилось, британские пилоты их сорвали. Планы разбомбили их позиции. Но после Второй мировой войны вопрос совсем по-другому стал звучать. Как бы запустить спутник? Спутник собирались запускать ракетами. Но вот чем заменить метеоракету, которая должна поднимать всего лишь навсего приборы на самое короткое время на высоту километров 180? Вот это вот пушка, это остатки пушки. Они находятся на острове Барбадос, американской пушки. Так называемая легкогазовая пушка. Она забрасывала снаряд на высоту 180 километров. В снаряде была аппаратура. Аппаратуру снаряд вписать можно измерительную. Во время Второй мировой войны снаряды с радиолокационным взрывателем использовались. То есть там была, значит, радиолампы были, а уж теперь, когда транзисторы появились, и того проще. Что такое легкогазовая пушка? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что скорость вылета снаряда из орудийного ствола определяется, среди всего прочего, скоростью звука в газе, который там расширяется. Пороховые газы не отличаются уникальной высокой скоростью звука. Уникальная высокая скорость звука в легких газах, например, гелий. Вот бы сжать гелий, ну гелий-то он ведь не продукт всего-то сгорания, сжать чем-то гелий и потом этим гелием выстрелить. Вот такая конструкция называется легкогазовая пушка. Вот тут такая принципиальная схема. Взрывается заряд взрывчатого вещества, сжимает гелий, и гелий выплевывает из ствола частичку материала. Это для того, чтобы исследовать высокую скорость полета снарядов. Говорят, что на таком принципе была основана пушка «Вавилон», которую сделали в Ираке для стрельбы по Тегерану. Вот это элемент ее ствола, кстати, как похоже на средневековую бомбарду, из которой в 1453 году разрушили стены Константинополя турки. А вот последний проект. Легкогазовая пушка огромных размеров, длина ствола около двух километров, она может выводить на орбиту спутники Земли. Представляете, как здорово? Вот, возможно, что будущее дешевой непилотируемой космонавтики. Дешевый простенький спутник из пушки «Бабах» из океана. И полетел вокруг Земли. Всех благ вам, удачи, до свидания.